Распаковка штемпельной подушки и краски. Штемпельная краска Trudeau зеленая. Штемпельная подушка Shine синяя. У нас есть печать с пересохшей краской в исходном состоянии. Печать примерно так выглядит. Хотелось бы, чтобы было поярче. Надеваем перчатки. Нажимаем боковые фиксаторы. Выталкиваем прежнюю подушку. Достаем новую подушку синюю. Заправляем в ту же самую щель. И для сравнения ставим штампик. Ого! Красота! Ну а прежний штамп мы, наверное, выкидывать не будем. Он нам еще пригодится. Когда будет синяя штампельная краска, его можно будет заправлять. Еще у нас есть печать Trudeau. Она у нас зеленого цвета. Тоже пересохшая. Такая вот штампельная подушка. Подобрать к этому штампелю не удалось. Заказали зеленую краску. Действия похожие. Извлекаем. Нажимаем защелку. Выталкиваем подушку. Хорошо, что есть перчатки. Подушка вынимается хорошо. Запоминаем положение, в котором подушка была заправлена, чтобы не перекрутить. Переворачиваем. Открываем штампельную краску. И, как советуют опытные заправщики, главное здесь не переворщить и не накапать краски больше, чем надо. Маленькими капельками небольшое количество. Предполагаю, что этого достаточно. Дадим время краске разойтись. Впитаться. Чтобы лопнули пузырьки. Переворачиваем. Заправляем штампель. И проверяем, что издушно. Ну, явно поярче. А в тех местах, где мы не докапали, можно краски добавить. Учтем. Подбавим краски. В тех местах, где мы капали краску, я вижу. И те места, которые сухие. И где надо добавить, я тоже вижу. Ух. Надеюсь, что этого будет достаточно. Переворачиваем. Заправляем. Проверяем. Ну, с результатом довольны. Что и требовалось показать. Покупкой довольны? Всем спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.